Представим, что у нас в сети есть два вилана. Вилан 1 для пользователей и влан 2 для серверов. Устройства в одном вилане могут видеть друг друга напрямую, используя лишь свитчи для соединения. Можно даже без свитчей, просто соединив два компьютера патчкордом, но мало видеть друг друга. Нужно, чтобы и адреса были в одной подсети. Скажем, 10.0.1.0.24. У пользователей IP-адреса находятся в подсети 10.0.1.0 и могут варьироваться от 10.0.1.1 до 10.0.1.254. У серверов всё то же самое, но только с приставкой 10.0.2. Считается, что в ланы это физические границы, а подсети логические. Но чем вообще обусловлены эти логические границы? Почему именно 10.0.1.1 и 10.0.1.254? Всё дело в маске подсети, в том самом SLR24, который мы указываем после адреса. Я не буду сильно вдаваться в подробности, но вкратце, в IPv4 всё сводится к 4 байтам. Для IP-адреса есть 4 байта и для маски подсети есть 4 байта. Каждый байт состоит из 8 бит, в которых можно уместить 256 значений от 0 до 255. Скажем, в маске SLR24, который по-другому будет 255.255.255.0, полностью забиты первые 3 актета, то есть первые 3 байта. Но последний байт полностью свободен, а значит он сможет принять 256 значений. Это и говорит, какие адреса могут быть использованы в этой подсети. Правда, адрес 0 выделяется как адрес сети, а адрес 255 как бродкаст адрес. Скажем, если послать какой-то пакет на адрес 10.0.1.255, то этот пакет придёт в 7 хоста, у которых адрес в подсети 10.0.1.0.24. Для примера возьмём другую маску, SLR25. В таком случае в последнем актете забивается первый бит, поэтому количество вариаций сокращается вдвое. Остаётся только 128 адресов. В итоге адреса будут от 0 до 127, при этом 0 остаётся адресом сети, а бродкаст адресом становится 127. Устройством же можно назначить адреса от 1 до 126. При этом, из-за того, что мы поделили сеть пополам, появляется вторая сеть. Она начинается от 10.0.1.128 до 10.0.1.255. Ну и IP-адреса будут варьироваться от 129 до 254. По той же логике SLR26. Теперь у нас свободными останутся 64 адреса. И таким образом появляется 4 сети по 64 адреса. Ну и соответственно, не забывайте про адрес сети и бродкаст, из-за чего минус 2 адреса. Если вы арендуете у провайдера один публичный адрес, очень часто провайдер выделяет вам вместе с адресом маску SLR30. В такую сетку входят 4 адреса. Отнимаем минус 2, получается 2 адреса. Один адрес будет адресом вашего роутера, а второй адресом роутера провайдера. Просто провайдер не хочет сажать всех клиентов в одну сеть, так как это не очень безопасно. Но при этом он не может ради вас одного выделить целых 254 публичных адресов. Поэтому нужна такая сегментация, когда адресов мало, но вам нужно как-то их делить. Если у вас в компании не десятки тысяч устройств, то зачастую можно не заморачиваться с масками. Адресов для локальных сетей огромное количество, поэтому на каждую сеть можно вешать маску SLR24. Хотя иногда приходится делить подсеть, то есть делать из одной большой подсети несколько небольших. Но обычно подсчеты подсетей, масок и адресов – это задача сетевого администратора. Однако системный администратор должен иметь об этом представление. Чтобы хотя бы понимать, что выставляя такую-то маску, такие-то хосты будут с ним в одной подсети, а такие-то – в другой. В целом неплохо бы уметь это делать, просто увидев маску. Но это приходит с опытом. В любом случае, в интернете есть огромное количество калькуляторов подсетей. Просто погуглите «Subnet калькулятор». Они позволяют вам понять, какую маску нужно выставлять, ну или какие хосты входят в вашу подсеть. А видя, кто входит в вашу подсеть, вы понимаете, кто в нее не входит. И хотя мы отделяем и изолируем подсети, мы все же хотим, чтобы хосты могли общаться. Отделяя пользователей от серверов, нам все равно нужно, чтобы пользователи могли обращаться к серверам. И для этого нам нужно устройство, которое будет одновременно и в первой сети, и во второй. Если каждая подсеть – это комната, то нужна дверь, которая есть одновременно в обоих комнатах. И этой дверью выступает маршрутизатор, ну или по-другому его называют роутер. Основная задача роутера – перенаправлять пакеты из одной подсети в другую. То есть роутер обитает на третьем уровне модели OSI – сетевом. Скажем, Alma1 хочет обратиться к Alma3. Для этого Alma1 должна понимать, что путь к Alma3 ведет через роутер. А роутер при этом должен иметь адрес как в сети 100.1.0, так и в сети 100.2.0. То есть свитчи соединяют устройства в рамках одной подсети, а роутеры соединяют разные подсети, формируя целую сеть. А соединяя одни роутеры с другими, мы связываем сети, и в итоге все формирует целый интернет. С домашними роутерами вы все знакомы. Небольшая коробочка, в которой как минимум два порта. Один идет к провайдеру, а второй к вашей локальной сети. Естественно, в средних и крупных компаниях много трафика, и такой коробочки недостаточно. Поэтому используются роутеры посерьезнее, которые могут передавать десятки и сотни гигабит в секунду. При этом их можно монтировать в рэке. Возможно, вы задались вопросом, а зачем нам нужно отделять сети, если в итоге мы их соединяем через роутеры? В чем смысл? Если бы роутер был только роутером, то смысла действительно было бы мало. Не то чтобы совсем не было, как минимум через роутер не ходит L2 Broadcast Traffic, и поэтому он не ходил бы от миллиардов устройств и не перегружал бы все свечи в мире. Но я не об этом. В современном мире смысла от чистого роутера нет. Недостаточно просто пропускать трафик. Надо его еще проверять. Да, мы хотим, чтобы юзеры могли обращаться к серверам, но не ко всем и не по любому протоколу. Не каждому юзеру нужен доступ на сервер по SH. Обычно хватает доступа по HTTPS. Но и мало кому из юзеров нужно напрямую на сервер с базой данных. Поэтому на роутерах почти всегда есть сетевой фаервол. Он не просто пропускает весь трафик, но и проверяет, а можно ли компьютеру один, доступ к серверу один. Если нет, то этот пакет блокируется. Но недостаточно просто проверить доступ от одного IP к другому. Может мы хотим разрешить доступ по 80, но блокировать по 22 порту. Значит из-за фаервола роутер должен выйти за рамки L3. И как минимум мыслить на четвертом уровне, транспортном, который отвечает за порты. Но для современных роутеров даже этого недостаточно. Да, мы хотим, чтобы пользователь мог заходить на сервер по 80 порту. Но мало ли что там пользователь делает. А вдруг он пытается использовать какую-то уязвимость веб-сервера. Или скажем, мы разрешаем нашему пользователю доступ в интернет. Но не хотим, чтобы он заходил на какие-то опасные сайты. Просто дав ему доступ по 80 и 443 порту, мы никак не проверим, на какой именно сайт он заходит. Поэтому простые сетевые фаерволы также давно утратили смысл. Вместо них используются так называемые UTM. Это одновременно и роутер, и сетевой фаервол, и VPN-сервер, и антивирус. И у него есть куча других примочек касательно безопасности. Это устройство уже действует на всех уровнях сети для комплексной защиты инфраструктуры. Естественно, такие решения стоят гораздо дороже обычных роутеров. Но если уж мы взялись связывать то, что изолировали, то и эта связь должна быть безопасной. Однако, какие бы многофункциональные не были современные решения, основы маршрутизации остались те же. Всё остальное – это примочки. Поэтому для начала надо разобраться с роутингом. Немало современных роутеров основаны на Linux, но и мы сделаем так же. Пусть Alma2 будет нашим роутером. При этом, для аутентичности, поменяем его иконку на символ роутера. Для этого правой кнопкой мыши нажмите на Alma2 и выберите Change Symbol. Раскройте Classic и в поле Filter напишите Router. Выберите указанный символ и нажмите Apply. Теперь у Alma2 символ роутера. Осталось его таковым сделать. Но для начала надо подготовить сеть на хостах. В прошлый раз на всех трёх хостах мы добавили все три влана. Поэтому хосты будут видеть друг друга напрямую. Нам же надо, чтобы хост 1 был только в первом влане. Для этого удаляем влан 2 с первого хоста. На Alma3 не всё так просто. Мы не можем просто удалить тимминг интерфейс. От этого второй влан перестанет работать. Поэтому надо удалить адрес на тимминг интерфейсе. При этом отключив получение IP адреса и на IPv4 и на IPv6. Иначе Network Manager будет перегружать интерфейс. После чего нужно применить настройки на интерфейсе и убедиться, что всё сработало. Да, теперь Alma1 не сможет обратиться к Alma3 напрямую. Так как на Alma1 нет сети 10.0.2.0. А Alma3 тоже не сможет ответить напрямую. Потому что у неё нет сети 10.0.1.0. Им придётся общаться через роутер. Для начала убедимся, что Alma2 видит первый хост по сети 1.0. И третий хост по сети 2.0. Всё пингуется. Значит сеть готова. Дальше мы должны на уровне ядра включить морфортизацию. Это можно сделать временно. Но давайте лучше сразу сохраним это в настройках. Для этого надо в файле etc.sysktl.conf добавить строчку net.ipv4.ipforward равно 1. После чего для применения настройок используем sysktl с опцией P. Если всё нормально, вы увидите параметр с новым значением. А чтобы в любой момент проверить включена ли эта опция, можно просто указать её sysktl. Теперь Alma2 будет перенаправлять пакеты с одного интерфейса на другой. Но этого недостаточно. Если мы попытаемся с Alma1 pinganut 1002.3, мы видим ошибку. Network is unreachable. Просто Alma1 вообще без понятия, как достучаться до этого адреса. Чтобы это понять, посмотрим таблицу маршрутизации. Как видите, Alma1 знает только о сетях 10.0.1.0 и 10.0.3.0. То есть мы должны ей указать, что путь к адресу 10.0.2.3 лежит через Alma2. Причём через тот адрес, который нам доступен. Как видите, у нас появился ещё один маршрут. Попробуем pinganut. И ничего, нет ответа. Есть идеи, почему так? Попытаемся разобраться. Для этого стартуем ping и идём на Alma2, где запускаем TCP dump. Итак, в выводе мы видим, что пакеты от Alma1 всё-таки доходят до Alma2. Более того, они перенаправляются на Alma3. Но мы не видим, чтобы Alma2 присылала ответ. Все пакеты исходят исключительно от Alma1. Если ответов нет, значит либо Alma3 не хочет отвечать, либо не знает куда. Смотрим таблицу маршрутизации на Alma3. И действительно, Alma3 без понятия, как отвечать Alma1. Давайте добавим маршрут. Но на этот раз не на один конкретный хост, а на целую подсеть. Теперь Alma3 на любой из адресов в сети 10.0.1.0 будет направлять пакет через 10.0.2.2. И теперь, при попытке пинга, всё работает. А в TCP dump видно, что пакеты идут в обоих направлениях. Но это у нас две подсети. А если их 5, 10, 100, сколько подсетей в интернете? Разве мы можем прописать каждую подсеть в мире? Нет, конечно. Вместо этого мы используем специальный маршрут, называемый шлюзом, или Gateway, или Default Gateway. Когда компьютер надо обратиться к сети, куда он не знает маршрута, он всё посылает в Gateway. Мы можем на хостах вместо всех маршрутов указать, что Gateway является Alma2. И не нужно будет указывать, в какие сети этот Gateway ведёт. Просто все неизвестные сети по умолчанию будут посылаться на Alma2. Для этого на первой альме удалим маршрут, ведущий к третьему хосту. После чего добавим дефолтный маршрут. Как видите, появилась надпись Default. На альме Trim тоже удаляем добавленный маршрут. После чего добавляем Gateway. Gateway можно указывать и в виде специального IP-адреса. Это означает любой адрес в любой подсети. Ну и для проверки запустим ping. Как видно, всё работает. Маршрутов и роутеров, ведущих к одним и тем же хостам, может быть несколько. Но приоритет у тех маршрутов, которые точнее. То есть, условно, если я укажу маршрут через роутер 1 к конкретному хосту, через роутер 2 к целой подсети, а роутер 3 укажу в качестве Gateway, то обращаясь к хосту, будет использоваться маршрут через роутер 1. Теперь давайте подключим нашу схему к интернету. Для этого нажмите в GNS на иконку монитора с левой панели. Выберите Cloud и перетяните в центр. Затем подключите облако к роутеру с помощью кабеля. Облако представляет ваш компьютер. И как мы в VirtualBox выбирали адаптер для сетевого моста, также и тут нужно выбрать адаптер компьютера, подключенный к сети. Со стороны Alma2 выберите третий порт. В итоге у вас получится такая схема. Здесь у нас локальная сеть, состоящая из трех виртуалок. Одна из виртуалок выступает роутером и будет подключена как к локальной сети внутри GNS, так и к домашней сети. Так как на Alma2 мы подключили провод к третьему порту, то поднимется интерфейс EMP0S9. Нам в Network Manager надо будет создать новый профиль. Типом выбираем Ethernet, так как это не FLAN и не Timing Интерфейс, а в качестве интерфейса указываем EMP0S9. IP-адрес указывать не нужно, так как наш домашний роутер по DHCP даст ему адрес. При этом по DHCP мы также получаем дефолт гейтвей. Им выступает наш домашний роутер. Ну и давайте убедимся, что интернет доступен. Пинганем единички и я.ру. Все пингуется. Теперь давайте поправим маршруты на Alma1 и Alma3. Мы их прописывали с помощью команды IP, а значит эти настройки слетят. Нам же нужно указать гейтвей в профиле Network Manager. После чего поднять заново профиль и проверить. Все то же самое проделываем на Alma3, изменяя профиль. Затем поднимаем интерфейсы и проверяем маршруты. Все как мы и хотели. Как думаете, интернет заработает на этих хостах? Давайте проверим. Как видите, не пингуются. При этом нет ошибки Network Unreachable. У нас есть гейтвей, а значит мы знаем, куда обращаться, за кем искать этот адрес. Но почему тогда не пингуются? Помните проблему, когда мы вначале пытались с Alma1 пингануть Alma3? Давайте также запустим пинг и посмотрим TCP dump на Alma2. Ошибка ничего не напоминает? Пакет идет от хоста 3 к единичкам, но ответов-то нет. С чем это было связано в прошлый раз? Правильно, другой хост не знал обратный маршрут. Нам нужно было на Alma3 прописать маршрут к Alma1. Но можем ли мы на сервере единичек прописать маршрут к нашей виртуалке? Конечно нет. Между нашей виртуалкой и этим сервером десяток разных роутеров, стоящих у разных провайдеров. У каждого из этих провайдеров может быть своя сеть с адресом 10.0.2.3, потому что этот адрес выделен для приватного использования. А как тогда наш домашний компьютер видит интернет? Правильно. Наш роутер на исходящие пакеты вешает свой адрес, заменяя адрес нашего компьютера. И это называется NAT. И мы по тому же принципу должны на Alma2 на исходящем интерфейсе применить NAT. То есть заменять адреса всех исходящих пакетов на адрес интерфейса EMP0S9 на ALME2. Обычно за NAT отвечает Firewall. Наш интерфейс EMP0S9 сейчас находится в зоне Public. Нам в идеале нужна отдельная зона для внешней сети. И чтобы исходящие пакеты из этой зоны NATились. И такая зона есть. External. Как видите, в этой зоне опция Masquerade имеет значение Yes. А это именно то, что нам нужно для NAT. Поэтому всё, что нам остаётся, сменить зону для интерфейса EMP0S9. После чего не забудьте перечитать настройки Firewall и убедиться, что всё применилось. Как видите, теперь EMP0S9 находится в зоне External. Проверим пинг. Пинги идут. В итоге получается такая схема. Когда ALME1 пытается обратиться к серверу 1111, то сначала она посылает пакет на ALME2, которая NATит пакет и отправляет его на мой домашний роутер. Дальше мой домашний роутер NATит пакет и отправляет провайдеру. Если на моём роутере внутренний адрес провайдера, то есть серый IP, то провайдер сам в свою очередь NATит. Но если провайдер даёт мне публичный адрес, то он просто перенаправляет пакет на следующего провайдера, скажем, государственного. А дальше по цепочке от одного провайдера к другому пересылается пакет, пока он не доходит до сервера единичек. А дальше сервер сможет ответить, потому что знает куда. На самом деле, я мог бы избежать двойного NATа, если бы на домашнем роутере прописал маршрут к внутренней сети моего GNS через ALME2. И тогда мой компьютер смог бы видеть все виртуалки, потому что он бы посылал все пакеты на мой домашний роутер, тот бы перенаправлял их на ALME2, а она бы в свою очередь перенаправляла на ALME1 и 3. Но я хочу, чтобы наша сетка в GNS оставалась в изолированном виде, и единственным способом попасть в неё был бы лишь один внешний адрес ALME2. Сумеряя всё, что мы сегодня прошли, я хочу, чтобы вы немного перестроили сеть. Переименуйте ALME1 в User1 и оставьте на ней только в LAN1 с адресом 1.101. Переименуйте ALME2 в роутер 1 и поменяйте IP-адреса всех трёх в LAN на 1. Обычно в организациях гейтвейм даёт либо первый, либо последний адрес под сети. Переименуйте ALME3 в Server1 и оставьте на ней только второй и третий в LAN. Адреса поменяйте на 2.101 и 3.101 соответственно. И естественно убедитесь, что всё работает, что все друг друга пингуют по разным сетям, и что со всех хостов пингуются единички. Давайте подведём итоги. Сегодня мы с вами разобрали, что такое подсети, что такое маска подсети, для чего нужна маршрутизация, зачем нужен гейтвей и в чём смысл НАТО. Это, конечно, совсем основа маршрутизации, но для системного администратора этого хватает для решения большинства задач. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...